А ты кто такой? Доброй субботы, друзья. Не доброй субботы, не другие. Вот удивительное дело, как кому-то что-то прилипает, а кому-то что-то нет. Вот беседовал я на днях с Ксенофонтаном, с актрисой, которая в свое время уволилась и от Рейхергауза, и от Джигарханя. Я работала и в одном театре, и в другом. И просто знаю из людей от среды, что там было ей тяжеловато общаться. Но при этом она обожает совершенно своих учителей, наставников. И Иосифа Рейхергауза, и Армена Джигарханяна. Как-то странно, у этих актрис принято просто, ну не знаю, влюбляться буквально в режиссеров, боготворить их и прощать им все, что угодно. Я это без раздражения говорю, просто это констатация такого факта, скажем, группа фактов, феномена. Вот, потому что насчет того, что вот кому-то прилипает, а кому-то не прилипает. Вот Иосиф Рейхергауз, поскольку он выглядит, про внешность не люблю говорить, но вот в данном конкретном случае, ну, он выглядит как Рейхергауз, да, просто вот как жаба. И про него охотно верят, когда про него актрисы рассказывают, про этот его диванчик, про эти домогательства. Вот, а я вот знаю, сколько судеб женских сломал Армен Джигарханин. И вот про это вот не скажешь никому, потому что такого обаяния был актер, такой человечище, что просто вот ток-ток вякнешь, а ты, знаете, помните Паниковского, а ты кто такой, а ты кто такой, чтобы говорить про Джигарханяда. Вот удивительное это дело, да, что Рейхергауза, только ленивый, не знает, скажем, знает. Я про фактоиды говорю. То есть фактоиды – это какая-то информация, которая в медийке прозвучала и приливается, как факт. Вот, а при Джигарханяна за него впрягаются и ступаются. Может быть, надо за всех. Я не знаю. Я исхожу из того, что вот когда я людей лично помню или знаю, ну, как вот было в случае с Михаилом Олеговичем и Ефремовым, мне досталось вообще люле, огреб вообще от всех. Многие коллеги просто считали нужным по соцсетях отфрендживаться от меня из-за того, что я защищаю там убийцу и мерзавца Андрей Добров, ведущий. Эналитический программ НРНТВ просто счел нужным в Фейсбуке, запрещенном, ныне в Российской Федерации, написать, что он не хочет, в общем, видеть меня в онлайн-друзьях из-за того, что я поддерживаю Ефремова. Может быть, люди действительно, которые работали с теми или иными персонажами, они искренне, совершенно зная что-то из того, что не знает широкая публика, считают нужным как-то защищать или находить слова поддержки. Но, в принципе, фрагмент про Джигарханяна и Ксенофонтова мне показался по изложению, ну, скажем так, забавным и смешным. Посмотрите. И вот с Джигарханяном в принципе задает этот вопрос очень многим людям из цеха. Вам не кажется, что очень многие, и особенно если речь идет о совсем молодых людях, которые не помнят его актерские работы, он запомнился в контексте вот этих телевизионных шоу, в контексте всех вот этих скандалов и разборок. То есть говорят Джигарханяна и вспоминают всю вот эту вот эпопею, а не его гениальность и мастерство. Нет. Нет. Вы говорите это с позиции человека, который изнутри смотрит. То есть вы никогда не пытались взглянуть на эту ситуацию глазами молодого телезрителя. История идет по кругу. Так. Молодой зритель обязательно вернется в исходную точку. и я надеюсь, что им посчастливится увидеть те фильмы, на которых я открыла для себя Арман Джигарханяна. И мне плевать, кто и как попытался испортить это. Вот это забудут. На этом заработали деньги. На этом заработали минутную. слава. Ну не только деньги. Некоторые люди заработали как бы репутацию, которая конвертируется опять же. Это и проблема. Но для меня, при том, что для меня фигура Джигарханяна крайне сложная. И мое расставание с ним было болезненным и тяжелым. И для меня это тоже была определенного рода психологическая драма и травма. потому что я человек преданный. Но это опять же наши личные семейные разборки. Армен Джигарханяна фантастический артист. Я помню, когда я посмотрела фильм, где он еще совсем мальчик, армянское кино. Они такие четыре мальчика в черных костюмах. И сцена на лестнице они так. И вот он такой еще худенький, но уже без шеи, уже вот этот странный Джигарханян. И я подумала, я всегда очень любила Де Ниро. И я в первом мысле как похож, а потом думаю, какой... Как его вылепили странно, что ему гораздо меньше надо инструментов для того, чтобы добиться того же эффекта, которого добивается тот же, например, Де Ниро. Он как-то внутри вот там мелькнет в глазах. И ты все, и ты его. У нас была с ним ситуация, мы с ним были во Марселе на гастролях уже, ну, с чайкой, по-моему. И что-то мы сидели, там, пили кофе. Вдруг он так остановил на мне взгляд и говорит, «Ксена, мы с тобой столько лет, и у нас с тобой ничего не было?» Я говорю, нет. Он говорит, лет двадцать назад ты бы у меня не... от меня бы не ушла. Проходит время там, ну, не знаю, месяца два мы уже в Москве. Опять что-то как-то, летим в аэропорту, сидим, куда-то лететь. Он опять, «Ксена». Я говорю, да не было. Он говорит, лет тридцать назад ты бы у меня. И я говорю, не начинай, дед. И потом я смотрю, здравствуй, это я. И звоню ему ночью, только что прям посмотрела, сказала, вот тут бы я бы, если бы знала адрес, вот я клянусь, пришла бы, позвонила, предварительно бы разъезд и сказала, здравствуй, это я. Вот. Вот. Все забывается, все эти глупости, вся эта грязь остается то, что душу пробивает, то, что душу выворачивает наизнанку. А душу выворачивает искренность, душу выворачивает то, что вас вы не можете постичь, то, что заставляет вас становиться лучше. У Джигарханяна были работы, от которых у меня сердце заходилось. И для меня, и я уверена, что для людей моего поколения, а значит родителей того юного поколения, о которых спрашиваете вы, о котором спрашиваете вы, будет вас еще возможность показать фильм с Джигарханяном, на котором они говорят, а, так вот он какой. А ты кто такой? Я бы вам сказал, как другу, слово не боитесь в театре, если есть, надо уходить из театра. А вы не боитесь? Я каждую минуту, выходя на сцену, репетирую, я боюсь? А, все-таки, да. Так это же и есть жизнь. Хорошо. Потому что если давайте, а вот украдем у этого, это ерунда. Это не дай бог, не дай бог, не дай бог. Потому что все эмоции в жизни уже прошли. Шекспир все уже сыграл. Поэтому если мы взялись... Вот говорят, что все уже сыграно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.